Сейчас наша постоянная рубрика «Мелочи жизни». Коммунальные недочеты в жизни города мелкие и не очень. Обо всем об этом расскажем прямо сейчас. Находимся мы практически в лесу, в Сосновом Бару. Сложно назвать это улицей, но по этой дороге родители вводят своих детей в детский сад номер 2. Родители, живущие в микро-рагоне вокзала. Так вот, здесь есть небольшой лог. И время от времени, мы обращаем на него внимание, настала осень, листво опало и стало видно, как много в нем находится мусора. Посмотрите сами, среди зарослей клёна видно огромное количество мешков с твердыми битовыми отходами. По всей вероятности, родители ведут в сад не только ребенка, но и несут с собой свой же мусор. И тихонечко его по утрам в темноте выбрасывают именно в этот лог. Причем ситуацию усугубляет не только вполне логичное отсутствие здесь уличного освещения, ведь это все же лесной массив, но и то, что данный лог уже давным-давно зарос диким кустарником и деревьями. И может быть, есть смысл не ловить за руку горе-нарушителей, а попросту почистить хоть один раз этот лог от зарослей, ну и задним от мусора, и сделать так, чтобы он был полностью прозрачен. И именно тогда люди не будут мусорить, боясь, что их заметят. Ведь, как показывает практика, устрашающие таблички давным-давно уже никого не пугают. То, что на главной пешеходной улице Кунгура впервые появилась первая за всю жизнь зебра, мы уже говорили. Она находится здесь, на тротуаре. Но застройщики культурно-взвлекательного комплекса пошли дальше. Они нарисовали зебру в самом удобном, по их мнению, месте, прямо на проезжей части улицы Карла Маркса. Нарисованная зебра ведет от выхода из-за дворов дома прямиком в цветочную клумбу. А куда же еще переходить дорогу, если здесь построена эта самая клумба? Причем каких-либо дорожных знаков, предупреждающих водителей о том, что здесь пешеходный переход не наблюдается. Судя по всему, строители КРК вовсю перестарались. Сразу же вспоминается история про военную часть, когда солдаты красили листву в зеленый цвет, дабы порадовать генерала. Здесь, судя по всему, такая же ситуация. В ГИБДД об этой зебре до сих пор не знают ничего. Да ее и просто-напросто нет на планах улиц. А посему вопрос, зачем она нарисована и кто ей будет пользоваться, остается открытым. Ну и напоследок. Хочется напомнить, что 2017-й в нашем городе прошел под знаком Кунгур, культурная столица Прикамья. И это звание мы получили второй раз за последние 10 лет. Именно 10 лет назад, как раз к этому самому событию, здесь, на улице Гоголя, провели капитальный ремонт лестниц. И, видимо, с тех пор так больше никто внимания на их состояние так и не обращал. Что из этого получилось, я думаю, вы видите прекрасно. Мы уже не раз показывали, что ступени здесь обламываются, и бетонные блоки попросту валяются. Причем это не только не единичный случай. В некоторых местах коммунальщики забетонировали недостающие бетонные блоки. А в некоторых местах они таки остались болтаться. Но факт остается фактом. Ступени выглядят вот таким вот неприглядным образом. Учитывая, что и освещения-то здесь как такового нет, а его, кстати, здесь действительно нет. На таких ступенях легко убиться, особенно, когда выпадет снег. Ну и самое важное, это историческая часть города, и сюда приезжают туристы. То, что они видят здесь, на этих ступенях, я думаю, не стоит даже комментировать. Вы сами прекрасно понимаете, что могут подумать о нас, гости нашего города. Обидно, знаете ли.